Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Алексеевич Зададаев, руководитель департамента математики факультета информационных технологий и анализа больших данных университета. Я у вас буду читать первую часть, первый модуль повышения квалификации. И он будет посвящен воспоминанию о теории вероятности, масс-статистики и как это все выглядит под призмой функционального языка программирования R, который позволяет очень многие вещи делать очень просто. Мы сейчас поставим этот язык для того, чтобы на первом занятии уже осознанно смотреть, что можно делать и не тратить время на установку. Для того, чтобы поставить этот язык и следующий за ней оболочку, нужно ответить на несколько вопросов. Есть ли у вас операционная система Windows на компьютере? Потому что я буду работать с Windows и мне удобно общаться так. Вы можете поставить и под Mac, но тогда какие-то вещи могут не совпадать. Я, к сожалению, не знаю, как под Mac работать, у меня Mac'а нет. Так что в идеале, чтобы у вас был Windows 10 или выше, ну, наверное, десятки будет достаточно. Оперативка должна быть 4 гигабайта, не ниже. Ну, таких, наверное, я уже компьютеров и не найдешь сейчас. И, ну, четко, желательно, чтобы четная запись была на английском языке, но это сейчас сработает. А вот операционная система не должна сохранять ваши файлы по умолчанию на какой-нибудь облачный диск, например, на OneDrive. Этого не должно быть, потому что Aero и AeroStudio не видят таких дисков, и вы не сможете работать. Поэтому отключите эту опцию или удалите OneDrive так, чтобы по умолчанию все сохранялось на жесткий диск. Тогда, если это так, тогда можете сделать следующие шаги, и вы получите без проблемно самый лучший функциональный язык программирования, который содержит 12 тысяч библиотек, и в том числе библиотеки актуарной математики, которая нам понадобится. Но в нашем общении мы будем пользоваться базовыми вещами, и для того, чтобы поставить сначала язык программирования, давайте напишем такое выражение кран.р. Кран.р. Вот если вы напишите кран.р, то вы увидите в любом браузере, вот я там вообще пишу даже не в браузере, а в поисковике, вы увидите вторую ссылку кран.р-проект.орг, а даже если вы ее не увидите, то вы увидите ее здесь. Первая ссылка – это вот кран.проект.орг. Давайте туда зайдем. И зайдя сюда, мы попадаем на три операционные системы. Значит, Linux нужен, если вы разворачиваете сервер, который умеет читать сайты, написанные на языке R, ну а Mac и Windows в зависимости от того, что у вас поставлено на персоналке. Я сейчас зайду на Windows и выберу Base, то есть выберу базовую версию, она самая последняя. И даже если она у вас стоит, уже когда-то стояла, вот у меня сейчас стоит какая-то версия, я все равно обновлю и напишу. Нажать надо, как будто вы его устанавливаете в первый раз. Скачайте эту версию. Окей, вот я уже здесь скачивал, пытался проверить, будете работать под запись или нет. Ну скачайте, вот, значит, нажмите окей. Я заменю и при вас переставлю эту версию. Значит, пока она скачивается, можно было бы что-то обсудить. Значит, данная конструкция состоит из двух частей. Это сам язык программирования и оболочка, с которой очень удобно работать. Мы сейчас скачали с вами язык программирования R, то есть, вернее, установщик для него. Щелкните или запустите этот файлик, который сохранился у вас. Он спросит, вы осознанно ли собираетесь передать права этому установщику. Да, мы это делаем осознанно. Вот версия 4.2.2. Соглашайтесь со всем, что здесь написано. Ничего не меняйте. Потом, когда войдете в опус, можете при следующих обновлениях уже что-то менять. Он поставит нужные ярлычки, поставит по умолчанию туда, куда нужно. Ему мешать не надо, это займет буквально несколько секунд или минут. Даже минуты нет, видите, он уже заканчивает. Но, и в принципе, все, у нас стоит язык программирования R, и можно на нем работать. Но удовольствие мы получим, если поставим специальную оболочку, которая называется RStudio. Ее нужно вызвать в каком-нибудь поисковике, просто написав RStudio. Если мы ее выберем, то мы получим несколько ссылок. Бывает программа RStudio, которая форматирует жесткий диск, нам она совершенно не нужна. А вот первая ссылка, которая называется RStudio.com, нам нужна эта ссылка. Она позволяет установить прекрасную совершенно оболочку. Можно вот в самом верху нажать Download RStudio. И здесь предлагаются две версии. Версия, которая ставится на компьютер, и версия, которая ставится на сервер. Вот у меня стоит версия на сервере. На сервере. Ну, а здесь вам придется сейчас выбрать версию на дешктопе. Download. Нажмем эту кнопку. И дальше здесь два шага. Первый шаг – это установить соответствующий пакет R. Если вы нажмете сюда, то вы увидите ровно ту картинку, где мы были только что. Кран. На кране вот ставили. Но здесь нам сейчас не нужно. Давайте закроем это окошко. Мы поставили аутентично самого репозитория R. А вот по второму шагу мы сейчас пройдем. Значит, выбирайте второй шаг. Сохраняйте загрузчик на диск. Но здесь очень важна последовательность. Сначала ставим R и обновляем то же самое. Сначала обновляем R, потом обновляем R-студию. Он обновляется до последней версии. Они связаны, эти программы. Их нельзя ставить прям совсем оторвано друг от друга. Запускаем установщик. По-моему, он соглашается со всем. Он установится чуть-чуть длиннее, чем R. Абсолютно все соглашаюсь. Установить. И вот он через какое-то время мне обновит мои пакеты. И мы с вами будем работать в одной, самой последней версии. R и R-студию. Ну вот пока он что-то такое делает. Давайте попробуем. А как я попробую? Ну давайте пока он тут ставит, чтобы время не терять. Но он меня уже опередил. Да, я уже не могу его обогнать. Тогда на паре посмотрим, на следующей встрече, на первой. Посмотрим, чем отличается оболочка для R от оболочки R-студию. Уже посмотрим, как работает. Ну вот, если вы все правильно сделали, вы можете, конечно, зайти в свои программы. Здесь образуется папочка, которая называется R-студию. И фактически вам нужно не R запускать. Очень многие запускают R. Но мы будем запускать R-студию. То есть сразу хорошую оболочку. Вы можете ее запустить. Если вы увидите картинку, которую я вижу, и дальше напишем такую неизвестную. Но это вот предыдущий файлик. Вы должны увидеть вот такую картинку. Вот ровно вот, что вы должны увидеть при открытии. Если вы ее увидите, то это уже хорошо. А если вы прям хотите проверить, правильно ли вы поставили или нет, то нужно сделать следующее. Нужно нажать на плюсик, вот наверху. Вот здесь плюсик. New file называется. Выбрать R-скрипт. R-скрипт в переводе означает текст программы. И написать. И написать. А что вы здесь хотите написать? Нет. Давайте мы так сделаем. Зайдем просто в меню в Tools. Вот сюда. Install Packages. То есть попробуем установить один из пакетов. Один из 12 тысяч библиотек. Значит, вот сюда зайдите. Install Packages. И вот здесь напишите Deplir. Deplur. Вот он сам подсказывает. Если вы начнете писать Deplir, то выберите, пожалуйста, первый пакет. И нажмите Install. D, D, E, L, Y, E, A. Да, такие вот буковки. Нажмите Install. И если у вас по итогу все будет хорошо, то есть никто здесь не будет ругаться, и он не будет писать, что не могу его сохранить, или там вот успешно, видите, у меня все написано, все распаковано. Ну тогда все. Тогда я вас поздравляю. Вы поставили на свой компьютер, ну, по меньшей мере, Bentley Continental. Ну в следующий раз на занятии мы с вами уже на очном обсудим, что же это такое. Всего доброго. Надеюсь, видео не было скучным и долгим. До встречи.